Приветствую вас, смотрю, два эксперта уже ответили вам на ваш вопрос и я поддерживаю, в принципе, то, что они вам написали хотел бы немножечко дополнить ответ второго эксперта и сказать, что дело не только ваше самооценки дело здесь еще и в том, что вы не уверены в себе дело здесь в том, что вы не имеете четкой модели женского победителя для того, чтобы использовать его во взаимодействии с мужчинами то есть, что, условно говоря, это значит? для того, чтобы вам нравится мужчина, нужно быть женщиной то есть, быть той, кто может дать почувствовать мужчине рядом с вами себя мужчиной если мужчина чувствует рядом с вами, что он мужчина то у него есть прямая необходимость быть с вами просто потому, что вы даете ему то, что ему нужно если же он в силу ряда причин не чувствует себя рядом с вами мужчиной то, соответственно, откуда ему, откуда взяться, точнее, желанию быть с вами? чтобы желание возникло еще раз нужно в обязательном порядке чтобы у мужчины было ощущение того, что он проявляет свою мужественность с вами а если этого нет, то, к сожалению, откуда, чему взяться? дальше что заключается в том, что есть некоторая проблема ведь если у вас нет модели мужского поведения если ее у вас нет, если она у вас отсутствует то тогда ее на нас куда-то брать и в первую очередь в первую очередь модель мужского поведения это то, что дают вам родители то есть именно родители своим поведением прививают вам желание прививают вам стремление использовать ту или иную модель поведения если у вас если у вас этой модели поведения нет а у вас ее судя по всему нет то тогда это означает, что с родителями у вас было не все совсем гладко и вопрос который у меня к вам он именно такой какие у вас отношения с родителями ваше поведение которое у вас сейчас к сожалению напрямую проистекает из вашего взаимодействия с родителями и в проработке этих отношений вам и нужно начать это пожалуй первое что нужно сказать дальше когда и если будет разобрана вот будет разобрана значит ваше ваше отношение с родителями когда и если они будут разобраны то вам нужно будет устроить новую модель поведения для себя откуда ее взять спросите вы я вам отвечу либо это та модель которая вам нравится та модель которая вас устраивает либо это та модель которую вы выбираете уже из готовых ну как бы из готовых носителей это может быть какой-то общественный деятель это может быть актриса это может быть там в общем кто угодно из тех кто вам нравится и вы как бы выбираете эту модель поведения и начинаете активно использовать ее а перенимать ее для себя понятно что вот так сразу вы скорее всего какого-то результата не добьетесь понятно что вот так сразу модель поведения выбрать вам будет достаточно сложно и уж тем более никто не говорит о том чтобы вы принимали целиком какие-то вещи связанные с моделью поведения то что вам нравится то что вам интересно то что вас устраивает в носителе носителя модели поведения то и нужно брать а то что не нравится желательно оставлять и вот когда вы будете отделять одного другого вот тогда и будет образовываться ваша индивидуальная модель женского поведения далее вполне вероятно что у вас имели место быть некоторые комплексы которые мешают теперь правильно воспринимать себя правильно воспринимать мужчин и собственно это мешает вам нормально выстраивать отношения если так то комплексы также можно прорабатывать также постепенно от них можно избавляться ну и так далее ну и наконец значение для чего вам молодые люди для чего вам отношения для чего вам встречаться с мужчинами знаете чтобы строить отношения вообще нужно что-то общее чтобы строить отношения нужны какие-то точки соприкосновения и если у вас эти точки соприкосновения есть то проблем проблем с построением отношений у вас не будет а если простите таких точек нет или они есть но недостаточно этих точек недостаточно то тогда оно сработает над собой для чего чтобы как раз таки и реализовать эти самые точки чем больше у вас будет общего с людьми тем лучше будет для вас чем больше у вас будет точек пересечения с людьми тем лучше для вас и чем больше у вас будет чем больше у вас будет кругозор тем так же лучше для вас вот и давайте попробуем попробуем с вами подумать как бы вы могли расширить свой кругозор что вы могли сделать для того чтобы ваш кругозор стал настолько большим что мог бы позволить вам общаться с большим количеством людей чем вы общаетесь сейчас старайтесь подумать над своими интересами старайтесь подумать над своими увлечениями постарайтесь задействовать все возможные увлечения все возможные хобби и так далее для чего это все нужно вам ответ прост для того чтобы было как можно больше точек соприкосновения с окружающими. Если это будет, то и проблемы отношений у вас будут решены. Люди будут видеть вас, и вы будете видеть людей не только как, ну, например, девушку, которую можно выбирать, а можно и не выбирать. Люди будут видеть вас как человека, и вот это куда важнее и важнее. Потому что если вы сможете выступать как человек в отношениях, то у вас куда больше шансов построить отношения. Безусловно, не все возможные проблемы касаются вас и всех, что я озвучил. И люди думают, что все, что было озвучено, можно применить к вам. Но что-то из озвученного точно касается вас, какие-то проблемы точно у вас есть, и с ними нужно разбираться. Если у вас есть желание, выбирайте эксперта и начинайте с ним работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.